Здравствуйте, друзья и гости канала. И сегодня мы с вами поедем куда? Ну-ка, все верно говорите, Абу-Даби. Именно так мы через полтора часа выезжаем и посмотрим, что же там творится. Сразу говорю, квадрокоптер брать не буду, потому что есть запрет, запрет, что подниматься нельзя, не буду я испытывать в субботу, за это можно еще и в тюрьму сесть. Но я думаю, что поездка получится очень даже интересной, потому что побываем с вами в мечети, побываем с вами в самых таких интересных местах. Потому что я думаю, предыдущее видео про Дубай, я думаю, вам понравилось. Чтобы вы понимали, я видеоролик про Дубай монтировал до половины третьего, потом у меня еще он получается до пяти часов утра обрабатывался, потом я в шесть утра встал, загрузил и потом уже в девять часов вечера выложил открытый доступ, чтобы вы исполнили наслаждаться в 4К. Вот такая вот, поэтому у меня, видите, глазки красные, потому что Надя уже психует, говорит, Макс, ну ты что, ну ты отдохни немножко, дома сделай. А я дома не могу сделать эти видеоролики, потому что снимаю все в 4К и просто-напросто не хватает, не хватает памяти в моем ноутбуке, чтобы можно было все это сохранить. Поэтому, ребят, давайте посмотрим сегодня, просто потрясающую погоду, вроде бы как бы соблан просто взять, лечь, отдохнуть и никуда не ехать, ребят, просто никуда не ехать, просто забить на все, да. Ну я понимаю, что вот эта пляжная полоса шириной, наверное, в 100 метров, ну она никаких эмоций положительных не дает. А вот то, что мы сегодня увидим в Абу-Даби, я думаю, это будет хорошая, классная тема. В общем, без 10-12, что говоришь, мальчишка, не без 10 здесь, да-да, без 10-12 мы выезжаем и не переключаемся, и будет хороший, думаю, классный контент. Мы идем на экскурсию, кстати, вот видите, оделись мы, потому что, как бы нам сказали, что в шортах нежелательно, ну и, конечно, девушкам тоже задом блистать тоже нежелательно. Поэтому мы оделись, Надя безумно красивая, просто очаровашка. И что, едем с вами в Абу-Даби, последний раз я в Абу-Даби был в 2008 году на Формуле-1, посмотрим, что за это время поменялось. Итак, ребят, приветствую вас, приветствую вас, и мы наконец-то доехали. Чтобы вы понимали, с Шаржа ехать до Абу-Даби это 3 часа. 3 часа ехать с бабушками, которые недовольны, то автобус быстро едет, то медленно едет, то там холодно им, то жарко и так далее. В общем, если хотите себе экстрим, если хотите просто кучу отрицательных эмоций, то, конечно же, берите путевку и перемещайтесь с бабушками, с бабушками-бэтменами, которые, говорю, там, то вы скажите водитель, что он медленно ехал, то еще что-нибудь. Просто жесть, это был просто трэш. Ну, а мы давайте с вами посмотрим, что же здесь такого интересного есть. Да, мы сейчас посмотрим, где только музей, где или еще что. Приехали мы на какой-то там остров и посмотрим, что же здесь такого интересного у нас имеется. Пойдем? Да, именно так было. В музее, сразу говорю, особо снимать здесь нечего. Здесь, ну, музей, как музей. Прям такого, чтобы вау, там, что такое современного, такого нет. Ну, особо здесь я вижу даже по людям, которые особо ничего не фотографируют, потому что, блин, потому что, я не знаю. В первый раз в жизни, вот вчера Надя сделала у нас, ну, так скажем, поступок. За 7 минут у нас могла померить 8 платьев и 4 мы смогли купить. А сегодня за полторы минуты она смогла пройти весь музей. За полторы минуты. Ну, потому что в музее было скучновато, если честно скажу. Ну, смотрите, чем-то хороший Абу-Даби, в отличие от Дубая, да, здесь уже зелень появляется. Здесь реально есть зелень. На самом деле, уже птички поют, уже не только эти пальмы, да, которые есть в Абу-Даби, но уже какие-то такие деревья появляются. Не знаю, как они там называются. В общем, уже гораздо все интереснее. Выйдем у нас к Персидскому заливу. Посмотрим, что здесь такого интересного есть. Сразу говорю, качество, наверное, на широкоформатной камере не особо хорошее. Поэтому я сейчас возьму в руки телефончик. Квадархоптер брать не стал, дабы не смущать ни по лицу никого. Ну, вот сейчас на телефон постараюсь в хорошем качестве все. Зашел только очень сильный-сильный ветер, да, 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 сильный ветер. Ну, и, конечно же, туман, туман, муть по дороге у нас еще дождик прошелся. В общем, хотели бы немножко другую погоду. Ну, ничего страшного там нет. После трех часов того, как ты едешь, уже очень тяжело на что-то реагировать. Поэтому, ребят, имейте в виду, все равно вот такая красота здесь имеется у нас. И я рекомендую обязательно съездиться на экскурсию хотя бы раз. Я хотел бы сейчас оказаться вот в том небоскребе и вот прям между ними пройти. Там вроде бы даже, как говорят, стеклянный пол имеется. Что, ребят, что больше я сюда как бы не хочу приезжать по одной простой причине. Посмотрите, вокруг одни пенсионеры. Одни пенсионеры. Нет, с ними все хорошо, когда они не подсказывают, как водителю нужно ехать, как лучше поворачивать, с какой стороны и так далее. А когда они начинают давать советы, там, то им холодно, то жарко, то это становится напряженным, бух такой, да. И не скажут, что здесь нет зелени. А, он все делает, это нехорошее дело. Ладно, ребят, посмотрите, да, как он может вырасти. На комбикорме, что ли? Просто огромный шутбор. Между тем, что поехать в Дубай на экскурсию и поехать в Абу-Даби, я скажу вам со стопроцентной уверенностью, выбирайте лучше Дубай. В Дубае будет гораздо интереснее, сто процентов. Я зверблюдико и не стала с ним фотографироваться. А я стараюсь, потому что он уже мог плюнуть. Да не мог он плюнуть. Он же хорошая скотина, правильно? Потомок лошади, а лошади, да они добрые. Не верите, спорядите у Собчак. В общем, ладно, идем мы с вами дальше гулять. И еще раз повторюсь, нет здесь у нас молодежи. Такое ощущение, как будто, знаете, пенсионерский лагерь приехали. Я не знаю почему. Со всех отелей просто одни пенсионеры. В основном, конечно же, все русские. И все за 70, 70 плюс. Мне пригодился микрофон, потому что ветер просто жесть какой здесь. Я бы не сказал, что здесь песчаная буря. Здесь еще супер-мега песчаная буря. Ну и мы с вами идем на место, где должны мы сфотографироваться. Да, там, где все туристы у нас сфотографируются. Ну-ка давайте, так называемый Манхэттен. И-и-и. Итак, ребят, давайте с вами посмотрим, на каком же фоне все пытаются сфотографироваться. В принципе, я смотрю, полицейских нет, можно было квадрокоптер взять. Да? Нет. Нет, нет, нет. Давайте попробуем пару сделать фотографий. Ну и потом пойдем кушать. Точнее, есть. Мы здесь остановили. Типа, хорошее место для фото. Ну, конечно, слишком далеко получается на фотографиях. Потом попробуйте оценить. Ну, в любом случае, пойдет нормально. Все равно красиво. В городе камни, да, а все равно мне это прям нравится. В общем, хорошо все, все прекрасно. Я думаю, что здесь непонятно какие-то правила. Где-то курить можно, где-то нельзя, где-то кальян запрещен, где-то разрешен. В общем, как-то все так вот происходит. И непонятно, в общем. Можно попасть на деньги, не напрягаясь. Легко. Второй по величине зацену один из самых дорогих отелей, которые есть у нас. Точнее, есть в мире. Посмотрите, просто огромнейший. И там мы будем сегодня с вами обедать. Афигеть вас можно. Посмотрим, что из этого получится. Надя у нас сегодня самая модная из бабушек. Самая-самая модная. Это самый-самый-самый дорогой листюбель. Макантное место. Сейчас я покажу, что значит российский менталитет. Уничтожили все, что только можно. Все, что возможно. Все съели. Все, что не съели, просто надкусили. В общем, все как положено. Поэтому, ребят, что я могу сказать. Все супер, все классно. Но я за то, чтобы питаться просто в ресторанах. Кто как себе заказал, заплатил и все остальное. Гораздо лучше получается. Ну, а мы сейчас едем обратно. Посмотрим, куда мы доедем. Вот Надя сейчас покажет. Как он может быть самый дорогой отелем? Вот только из-за этого вида, что ли? В чем фишка, ребят? В чем фишка? Почему он самый дорогой? Что есть такое? Полотенца обычные. Лежаки обычные. Ну, объясните мне. Еще раз здесь пройдем. Ну, блин, темно сегодня. Все равно темно и некомфортно. В туфлях. Хочу туфлю поесть. Да? Золушка, что ли? Я даю ваш комментарий ближе. Макс, надо лететь в Арабские Эмираты. Там плохой погоды не бывает. Нашли вниз. Там плохой погоды не бывает. Ты что? Там же все хорошо. Дождик не бывает. Это же пустыня. Что, блин? Не ждали? Не ждали? Вот так вот не бывает у нас плохой погоды. Вот он, дождик. Кто там приезжает? Один день дождь, прям все, прям все. А мы туда идем? Сразу, сразу, сразу жизнь, жизнь не удалась. В общем, ребят, как бы так. Вот, хороший отельчик, да, все хорошо. О, стена плачет. Представляете себе, стена плачет. Офигеть. Стена вам нравится? В общем, идем мы с вами. Дождик, дождик, еще раз дождик. Я не точно знаю, что в пустыне в апреле месяце может идти... Кто? Дождь. Все верно. Кто что? Что до. Ну, все равно давайте я покажу ту красоту, которая есть. Все равно здесь хорошо и классно. Показать? Вот, четыре часа мы едем. Четыре часа. Ради чего? Дайте вам покажу. Вот у нас. Одна из самых больших... Ой, зову, как называется? Мечети, да, мечети. И вот здесь, конечно, сюда вход в мечеть. Тут надо пройти, пройти такую, не знаю, такую проверку. Там чуть до трусов растут. Короче, круче, чем в аэропорту. Ну и вот, смотрите, все у нас переоделись. Все у нас модники и модницы. В общем, как бы так, ребят. Ну, а мы потихонечку, мы потихонечку все-таки сейчас пройдем. Сколько там? Четыре мужика или пять мужиков? И, смотрите, одни женщины, одни бабки, одни вот все. Жесть просто, посмотрите. Офигеть. Только народу. Просто жесть. Здесь народу, посмотрите. Короче, на смотровой площадке было народу меньше. Ребята, чтобы понимали. А здесь только Надя красивая. Нужно сказать, до конца не видно. Просто народу просто жесть. И времени уже 18.04. Ну, бывает, ничего страшного. Бывает, посмотрим, что у нас получится дальше. Только с другой стороны. Очень много здесь людей. И попробуем с вами сейчас пройти. Вот. Вот. В принципе, так красиво. 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 Еще раз красиво. Красиво. Ну, народу много. Гола разболелась. Все. Вот мы давайте посмотрим все-таки, что раньше сейчас приходит. И мы здесь с вами видим. Раз. Вот такую красоту. Сейчас зафотографирую. Запечатлю. И мусор. Включается подсветка. Есть бассейн. Ну, и очень много народу. Видите, что это красота. Экскурсия продолжается. Ну, как экскурсия. Просто гуляем, смотрим. Смотрим качество. Ну, и все. Что еще могу сказать? Пока все. Так вот все это выглядит. Сейчас, ребят, я первый раз вижу такую люстру. Первый раз вижу, чтобы так было все оформлено. И в целом мне лично нравится. Что вы видите? Красота. Смотрите, вот этот ковер. Что вы понимали. Весит 470 тонн. 470 тонн. Этот ковер у нас внесен в книгу рекордов Гиннеса. Эта люстра внесена также в книгу рекордов Гиннеса. Если мы возьмем с вами эту мечеть, то здесь столько рекордов Гиннеса вы даже представить не можете. Все красиво, все хорошо. Смотрите. Офигеть. 470 тонн, чтобы вы понимали. Что я могу сказать. Мне понравилось. Действительно красиво. Первый раз, если честно, я нахожусь в мечети. И по-настоящему сделано очень даже хорошо. В общем, респект и уважение за то, что не забывает про высокое. Ну и, конечно же, уже темнеет. Уже включилась такая подсветочка. И мы с твоей стороны идем. Тут уже на выход идем. Ну, куда же еще идти? В общем, ребят, посмотрим. Может, что-то сегодня будет интересное. Но пока давайте вам еще раз покажу. Все красиво. Реально классно. И вот так примерно все. Вот реально все. Бабушки, дедушки, женщины. Вот все ходят вот так вот. Конечно, хотелось бы здесь поверить на квадрокоптере. Но я понимаю, почему здесь нельзя. Потому что рядышком находится президенция правителя. Рядышком резиденция его сыновей. В общем, все здесь. Я думаю, что это зона такая бесполетная. Поэтому не стал рисковать. И, конечно же, не стал брать квадрокоптер. Ну, от греха подальше. Все-таки за квадрокоптер, оказывается, здесь можно до пяти лет получить. Я сам не знал. Но это жесть, конечно. Есть. Но их как бы нет, ребят. Как бы ничего не прет покупать. Ну, сувенирная лавка есть. Ну, как бы нет. А может и есть, а может и нет. В общем, не нашел то, что может привезти. Хотя искал. Не то. Все, ребят. Едем домой. Едем, 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 едем. Здесь наша экскурсия закончилась. Смотрите, как мечеть подсвечивается. Ненавязчиво. Довольно-таки. Красиво. Все переливается. Ну, и здесь мы вышли с этого перехода. Все это расстояние мы шли пешком под землей. Давайте подведем итоги. Итак, были мы в Абу-Даби. И были мы, конечно же, на экскурсии, которая называется у нас в Дубае. Если честно, ну, это небо и земля. Если, например, мы в Дубае, там, голубым по его руку посмотрели все, что только можно, то в Абу-Даби все гораздо скучнее. Ну, тоже для разнообразия можно. Что по итогу? Если вдруг у вас раздумья, да, куда лучше поехать. А еще, если, не дай бог, у вас есть ребенок с собой. Почему, не дай бог? Потому что я видел, как дети просто измучились. Ну, представляете себе, 30,5 часа ехать в одну сторону, 30,5 часа ехать в другую сторону. Это просто жесть. Поэтому, ребят, если вдруг вы все-таки решаетесь, если вы хотите, чтобы ваш ребенок остался в какой-то степени довольный, то рекомендую лучше поехать в Дубай. Буду, ну, я думаю, там будет гораздо интереснее. Ну, или, опять же, аквапарк. Ну, аквапарк нам завтрашний отменили, поэтому аквапарка не будет. Все печально. Типа непогода, типа там дождь пошел, типа еще что-нибудь. Поэтому уже третий раз срывается аквапарк. Как-то в Турции сорвался. И, в общем, в последний день мы просто физически не успеем. Поэтому, ребят, ничего не остается, как завтра. Не знаю, чем заниматься, если честно. В общем, видео получилось, конечно, не такое веселое, не такой красочное, как хотелось бы. Ну, я старался. Поэтому, если вдруг видеоролик вам полезен, ставьте лайк. Но, опять же, ну, не стоит этой экскурсии тех денег, за которые просят. И вы даже представить не можете, что такое семь с половиной часов провести в автобусе. Когда едут бабушки. Одной бабушке холодно, другой бабушке жарко. Третьей бабушке скорость не устраивает. Четвертая бабушка нам подсказывает водителю, как нужно ехать. И вот это все вместе, это просто трэш, ребят. Это просто трэш, понимаете. Поэтому там то холодно в автобусе, то жарко в автобусе, то еще непонятно. То какие-то там подсказки, то там еще. В общем, всякая дичь такая. Поэтому рекомендую все-таки, ну, не знаю, не дальше Дубая. Если вы, конечно же, остановились. Где мы там находимся? В Аджмане. Макаса в Аджмане живем. Вот, ребят, как бы так. Все, теперь всем пока. И спасибо за просмотр. И увидимся с вами завтра. Только не знаю, что завтра для вас снимать, чем заниматься. Ну, я думаю, придумаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok